Представьте себе начинающего, запутавшегося в хаосе ноты музыкальных задач. Как человека на этой иллюстрации весь этот беспорядок символизирует засоренное пространство обучения, театрализация, лишняя теория, биографии композиторов, шумовые инструменты, одноголосное пение, пояснение, голос между звуком, нотой и восприятием, которые сбивают с пути тех, кто стремится к настоящему пониманию музыки. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как очищение музыкального обучения от бесполезной информации меняет весь процесс освоения музыки. Главная идея системы Софт-Моцарт – навести порядок и убрать всё лишнее. Подобно тому, как человеку на картинке необходимо очистить пространство от захламления на его пути к нотозвуку. Мы стремимся выстроить ясную, простую структуру, где каждый элемент имеет своё место и назначение. Только в таком очищенном процессе возможен эффективный рост и развитие. Как и в случае с чистыми руками в медицине, мы знаем, что чистое обучение музыке ведёт к истинному мастерству. Когда музыка становится понятной и доступной, ученики больше не чувствуют себя перегруженными. Они могут творить свободно и уверенно. Эта картинка символизирует важный шаг – убрать хаос и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение. На прямом взаимодействии с нотами и звуками. Только так можно построить музыкальное мышление с нуля и создать устойчивую основу для дальнейшего успеха. Это можно сравнить с революционной борьбой врача Игнаца Зимельвейса, который доказал, что чистота рук спасает жизнь. В нашем случае чистота музыкального обучения спасает истинное развитие личности через музыку. С научной точки зрения стремление человека к активному обучению и реализации внутренней мотивации объясняет эффективность музыкальных занятий. Вакузница, фа-мажори, игра наизусть правой рукой с альфиджированием. Согласно теории самоопределения и принципам нейропсихологии, обучение становится наиболее результативным, когда удовлетворяет три ключевые потребности. автономия, желание действовать самостоятельно и осознанно, компетентность, чувство мастерства в деятельности. Лиза, запиши, пожалуйста, песню Вакузницы в соль-мажоре наизусть. Когда человек играет музыку, он активно вовлекается в процесс, соединяя слуховое восприятие с моторными навыками и эмоциональным самовыражением. Это создает мощную нейронную активность, стимулирует развитие когнитивных функций и укрепляет мотивацию. Мозг получает положительное подкрепление от достижения целей. Например, исполнить музыкальную пьесу с меньшим количеством ошибок при минимальной зрительно-моторной задержке, что усиливает желание продолжать обучение. Задача педагога – синхронизировать восприятие высоты и длительности нот с их физическим исполнением. Это включает создание прочной связи между зрительным восприятием нот и движением пальцев, постепенное развитие музыкального мышления, чтобы ученик воспринимал ноты не только как символы, но и как звуки, которые они представляют, формирование нейронных связей для координации слуха, зрения и моторики, что обеспечивает уверенное и осознанное исполнение музыки. Такой подход гарантирует глубокое усвоение музыкальной системы, где чтение нот и игра на инструменте становятся единым процессом. Музыка начинается с ноты – основного элемента музыкального языка, содержащего три ключевых параметра – высоту, длительность и местоположение на нотном стане. Однако многие современные образовательные концепции включают лишние элементы, такие как театрализация, биографии композиторов, использование шумовых и одноголосных инструментов или пение бесточного соотнесения с вибрацией звука. Особенно важно понимать, что пение по нотам без опоры на точные вибрации не развивает полноценного музыкального мышления. В хоровом исполнении полифония часто раскладывается на голоса, однако это уже использование готовых навыков, а не их построение с нуля. Такой подход лишает ученика возможности развивать собственный слух и голос на уровне точного восприятия высоты звука, что необходимо для дальнейшего музыкального роста. К другим видам инфицирования можно отнести Упор на сложную теорию без практики. Это перегружает ученика абстрактными понятиями. Механическое заучивание произведений. Акцент на запоминании без понимания структуры. Требование мгновенного результата подавляет естественное развитие мотивации. Использование только нотных сборников без интерактивности ограничивает развитие и не отслеживает прогресс. Ограничение выбора произведений лишает обучения автономии и вовлеченности ученика. Преобладание занятий на одноголосных инструментах или пении не развивает полифоническое мышление и полноценное восприятие гармонии. Превращение занятий в рутину ограничивает творчество и импровизацию. Устаревшие методы без современных технологий снижают мотивацию и адаптивность. Излишний соревновательный подход Создает стресс и подавляет радость. Подчинение процесса коммерческим интересам Смещает фокус с качества на прибыль. Подобно тому, как чистота рук Земельвейса спасала жизни, Очищение музыкального обучения от бесполезной информации Спасает будущее ученика. Такой подход делает процесс обучения быстрым, Эффективным и радостным. Ученик с первых шагов погружается в мир музыки, Где он может творить и играть, Не отвлекаясь на второстепенные вещи. Мы призываем избегать любого инфицирования обучения. Внедрение лишних элементов, Отвлекающих от прямого взаимодействия с нотами, Замедляет развитие, Искажает восприятие музыки И мешает формированию когнитивных и творческих способностей. Музыка – это не просто навык, Но мощный инструмент для всестороннего развития личности. Она стимулирует память, мышление, воображение и координацию, Формируя базовые нейронные сети Для успешного обучения и саморазвития в любых сферах жизни. Чистое взаимодействие с нотами позволяет ученику Не просто научиться играть музыку, Он учится думать, чувствовать и действовать осознанно и свободно. Избегая бесполезной информации, Мы создаем условия для формирования цельных, Уверенных и гармонично развивающихся личностей, Готовых решать самые сложные задачи. Чистый подход к обучению музыке Становится не только основой музыкального мастерства, Но и фундаментом личностного роста и успеха. Собирай, пожалуйста, что получилось у тебя в салмажоре. Молодец! Субтитры подогнал «Симон»